Девушки отдыхают Действительно то, что я думаю? Вон тот дом с желтой дверью. По мне видно, как я волнуюсь. Ну да, конечно видно. Я понятия не имею, чего там ожидать. Составь мне компанию, если не против. Или может лучше вообще уйти? У нас ведь нет времени на визиты, верно? Интересно, поймет ли она вообще кто я? Знает ли она обо мне хоть что-нибудь? Подумать только, сестра. Как странно это слово звучит. Сестра. Сестра. Хм. Какой-то я бред несу. Все, надо собраться и войти. Давай. Возьмем и... Зайдем. Хм. Привет. Да. Вы белье принесли в стирку? Три монетки за узел. Дешевле не найдете. И не верьте тому, что Наталья вам скажет. Она чужеземка. Надует бессовестно. Я... Не белье пришел сдавать. Меня зовут Алистер. Я... Это может странно прозвучать, но... Ты ведь Галдана? Если так, то я твой брат. Кто-кто? Я Галдана. Да. Откуда вы знаете мое имя? Что за дурацкие шутки? Ну, вспомни. Наша мать... Много лет назад до смерти прислуживала в замке Рэдхлифа. Ты об этом знаешь? Она... Так это ты? Я так и знала. А мне сказали, что ты умер. Мол, ребенок умер вместе с матерью. Но я догадывалась, что они врут. Тебе сказали, что я умер? Кто такое мог сказать? Да эти... в замке. Я сказала им, что ребенок от короля, а они сказали, что он умер. Дали мне монету, чтобы молчала. И послали вас вояси. А я знала. Прости, я... Не знал. Ребенок не умер. Это я. Я... Твой брат. Хм. И много мне было с того проку. Из-за тебя наша мать умерла. А я потом еле сводила концы с концами. Монеты мне ненадолго хватило. А когда я снова сунулась в замок, меня оттуда выставили. А ты еще кто такой? Эльфийка на побегушках? Деньги за ним следом таскаешь? Эй! Не смей с ней так разговаривать. Она мой друг. И серый страж, как и я. О, как все серьезно. Мало что принц, так еще серый страж. И как я могу плохо думать о таком знатном и могучем господине. Я тебя знать не знаю, парень. Твой августейший папаша отымил мою мать. Забрал ее у меня. И что я за это получила? Ничего. Меня надули. Я всем об этом расскажу. Мне пять ртов кормить. Если не можешь ничем помочь, то на кой ты мне сдался? Я прошу прощения. Я не знаю, что сказать. Да, а ведь и правда. Не думал, что моя сестра окажется такой... Не знаю даже, зачем я пришел. А уж я тем более не знаю, зачем ты пришел и что надеялся найти. Тебе тут не рады. А теперь проваливайте из моего дома оба. Согласен. Пойдем отсюда. Да, это было... не то, что я ожидал. Мягко говоря. И эта семья, которой я грезил всю жизнь... Эта змея, моя сестра? Просто не верится. Я... все-таки ожидал, что она меня примет без вопросов. Разве в семье так не заведено? Я... чувствую себя идиотом. Да, пожалуй, ты права. Теперь буду знать. Пойдем. Не хочу больше об этом говорить. Теперь, когда мы вернулись в лагерь, я хочу поговорить о том, что случилось. Там, в Рэдклифе. Да, я знаю. И у меня было время подумать над этим. Я просто хотел тебя поблагодарить. Ты приложила все силы, чтобы спасти семью Эрла, и тебе это удалось, хоть это было не самый легкий путь. Слишком много крови пролилось, так что... хорошо, что хоть кого-то мы спасли. В конце концов, я всем был обязан Эрлу. Ты права. Надеюсь, к тому времени в Фералдене еще будет кого спасать. Ладно. Теперь, когда тяжелая и суетная часть дня закончилась, можно вернуться к ритуальным расчленениям. Ой, погоди, сегодня же не вторник. Знаешь, я тут думал... Когда мы ушли от Галданны, ты сказала, что мне надо больше заниматься собой. Я начинаю думать, что ты была права. Мне нельзя больше ждать, пока кто-то все решит за меня. Я должен остановиться и для разнообразия подумать сам за себя, иначе мне никогда не стать счастливым. Нет, ты высказала здравую мысль. Ты была права. Я должен больше заниматься собой. Или я тебя не так понял? Итак, отныне я буду больше заниматься собой. Мне следовало так поступить давным-давно. Я просто хотел поблагодарить тебя. Во всем, что с нами произошло, было только одно светлое пятно. То, что ты рядом. Пойдем. У нас еще много дел. Вот погляди-ка. Знаешь, что это такое? Я сорвал ее в лотеринге. Помнится, я подумал, как может такая красота расти там, где столько мерзости и безнадежного отчаяния. Мне бы следовало оставить эту розу там, но я не мог. Пришли бы порождение тьмы, и скверно уничтожила бы ее. Поэтому с тех пор я ношу этот цветок с собой. По правде говоря, я решил подарить его тебе. Очень часто, когда я смотрю на тебя, мне в голову приходят точно такие же мысли. О, я-то думал, что ты этого в жизни не сообразишь. Как же я промахнулся. Рад, что тебе понравилось. Я просто подумал, вот я вечно ною и жалуюсь на жизнь, а ведь тебе тоже в жизни пришлось не сладко. С тех самых пор, как ты прошла ритуал, тебе не довелось испытать, как здорово быть серым стражем. Не довелось услышать ни поздравлений, ни благодарностей. На твою долю выпали только трагедии, битвы и смерть. Мне подумалось, что я мог бы сказать тебе кое-что. Сказать, что ты редкостное чудо, тем более прекрасное среди этой тьмы. Рад, что тебе понравилось. А теперь я был бы совсем не против, если бы мы миновали эту неловкую стадию обоюдного смущения и перешли к более откровенным сценам. Обман разоблачен. Проклятие. Эта женщина видит меня насквозь. Я постою вон там, пока не перестану краснеть. Просто так, на всякий случай. Знаешь, как оно бывает? Все это время, что мы провели вместе. Трагедия при Астагаре, жизнь на волосок от смерти, постоянные стычки с врагом, грозная тень близкого мора. Когда все закончится, ты будешь скучать? Знаю, это может показаться странным, если помнить, что мы узнали друг друга совсем недавно, но я... я к тебе привязался. Очень. Не знаю, может быть, все дело в том, что нам столько довелось пережить вместе. Или все это только плод моего воображения. Может быть, я дурачу сам себя? Это ведь так? Дурачу? Или ты считаешь, что могла бы когда-нибудь так же отнестись ко мне? Значит, я одурачил тебя? Это приятно. А это было не слишком быстро, а? Хорошо. Буду считать, что это добрый знак. Дыхание создателя, как же ты прекрасна! Я просто счастливчик! А теперь вернемся к тому, чем мы были заняты раньше. Чтобы я не забыл, зачем мы здесь оказались. Твое желание для меня приказ? Что ж, мы сейчас в лагере. Вполне подходящее время для разговора, верно? Знаешь, я как раз думал о том же самом. Если вспомнить все обстоятельства, то все могло бы обернуться гораздо хуже. Я так рад, что ты это ты, а не какой-нибудь другой серый страж. Да, в мыслях это выглядело гораздо лучше. Я просто хочу сказать, что ты мне действительно очень нравишься. Ну вот, теперь нам нужно только избавиться от этого паршивого архидемона, и жизнь опять вернется в прежнее русло. Да? хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, ты хочешь прямо сейчас? Ну что же, кто я такой, чтобы отказаться? М-да, все никак не придумаю. Как бы тебя об этом попросить? Как бы сказать, кажется, что это просто, а как оказываюсь рядом с тобой, так в голове просто все взрывается. Думать толком не могу. Да, собираюсь с духом. Фух, помогло? Да, кажется, помогло. Вот какое дело. Рядом с тобой у меня голова кругом идет, а без тебя я вообще не знаю, как мне быть. Вот. Я не знаю, как еще об этом сказать. Я хочу провести с тобой ночь здесь, в лагере. Может быть, я слишком тороплюсь, не знаю, но я говорю, что чувствую. Честно, только вдохновляет. Я ждал подходящего времени, подходящего места, но что считать подходящим? Если бы все и всегда было подходящим, мы бы вообще не встретились. Нас столкнула судьба, и хотя время было самое неподходящее посреди всех этих сражений и прочего, я успел в тебя влюбиться. И я не хочу больше ждать. У меня никогда ничего такого не было. Ну, ты знаешь, и я хочу, чтобы это случилось с тобой, пока есть возможность. А то вдруг... Думаешь, будет? Но ты же наверняка не знаешь. Я не знаю. Мне хочется осознавать, что я хоть раз в жизни сумел отбросить всякую осторожность. Пожалуй. Да, хочется. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Да, я смогу об этом позаботиться, надеюсь Да, между делом я уже говорил, что люблю тебя Говорил? Ну, тогда переживешь, если повторюсь? Бу, злюк Тебе что-нибудь нужно, радость моя? Что ж, мы сейчас в лагере Вполне подходящее время для разговора, верно? Не знаю Эрли Амон хочет на собрании земель объявить меня королем Мне этого никогда не хотелось, даже в самых безумных мечтах Но я и не откажусь, если того требует интереса страны Я люблю тебя Ты это знаешь, правда? Только я понятия не имею, что будет с нами, когда я стану королем Мне нужно об этом подумать И я тебя Давай сначала разберемся с Мором Поверь, у нас еще найдется время для подобных разговоров Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!